хей-хей всем привет друзья с вами данали сегодня у нас за окном 22 августа 2017 года стас тейбл выпустила как всегда в среду обновления и нам добавили новую породу лошадей данная порода является про кеннинской или тракинской я не знаю я без понятия как правильно все произносить так что заранее извиняюсь но я потом посмотрю как правильно все таки это произносится потому что я не знаю как она гана вера признается ганновера так что простите меня не бить тапками значит они добавили три масти. У нас есть вот такая вот серая яблокомасть. Она мне очень нравится. Вообще, тех лошадок, которых добавили сегодня, мне они все абсолютно нравятся, но у них очень странная рысь. Я видела, как девочка катается, у них очень странная рысь. Ну, просто она непривычная, непонятная. Так, в общем, давайте покажем. Тракенинская лошадь или восточно-прусская полукровная лошадь тракенинского происхождения, самая легкая из современных европейских полукровных пород. Изначально, словом, тракенинская называлась порода лошадей, выведенных на конном заводе в деревне Тракенин. Сейчас это поселок Ясная Поляна в России. Эту породу улучшали больше двух столетий, и со временем она получила известность. Сначала этих лошадей использовали в военных целях, а потом для соревнований. Бедствия Второй мировой войны чуть не было привели к исчезновению тракенинских лошадей, но людям удалось сохранить великолепную породу, и вместе с оставшимися лошадьми они преодолели тяжелый путь к спасению по замерзшим восточно-европейским пустошам. Благодаря этому подвигу тракенинские лошади заслужили свою легендарную репутацию, но чуть не погибли. После десятилетий тщательного разведения тракенинской лошади больше не находится на грани вымирания. Отношение к породе очень ответственное. Всех молодых лошадей внимательно оценивают и изучают их ездовые качества, прежде чем включить в официальные племенные книги. Благодаря большому проценту чистокровных генов тракенинские лошади очень элегантны. Их часто используют для улучшения других полукровных пород. Современные тракенинские лошади прекрасно подходят для всех видов склонного спорта, особенно для троеборья, где они показывают впечатляющие результаты в конкуре и выездке. Тракенинская лошадь идеально подойдет наезднику, который ищет великолепного партнера для манежа или друга для покорения пересеченной местности. Фух. Прочла. Все. В общем, вот такая вот лошадь. У нее очень красивые глазки. Кстати, вот, мне очень нравится, как сделана морда. Потому что, ну, я лошадей вживую вижу редко, хотя вот на ней как раз видела. По мне так очень начинает уже походить на морду нормальные, хорошие лошади. Живую почти, да. Ну, как всегда, StarSable не отходит от того, чтобы все это выглядело более так, по-детски, анимационно. Но лошадь мне на ногу наступила. Спасибо. Спасибо тебе большое, хорошая. Так, потом у нас есть гнидая. Гнидая мне тоже очень нравится, но вот этот белый носок слишком большой у меня. Это гольфик даже. Меня немножко смущал. Посмотрите, мне вот нравится, что вот не знаю, на этом видно. Да, вот, вот эта складочка между ногой и животиком, мне нравится. Вот, значит, круп хороший такой. А как раз, мордашка. Они делали, они сейчас такие реалистичные пятнышки начали мордашка делать. Подними свою мосечку, мы на тебя посмотрим. Ну, такая тоже замечательная мордашка. У нее звезда на лобике. Красотуля. Вот эти все прожилочки на морде. Мне нравится. Значит, две масти находятся в хозяйстве Серебряной Поляне. Вот тут. И еще одна масть пока что находится в форт Пинта. Она доступна сейчас всем с первого уровня. Кстати, я забыла посмотреть, а с какого уровня вообще доступны дракенинские лошади. С девятого уровня. И, кстати, стоят они 750 СК. 750 СК. Я бы сказала средняя ну вообще это средняя цена для лошадей. Я не знаю, кто еще у нас стоит 750 СК. Я просто уже не помню. Я знаю, что пони стоят 350. А все остальные 800, 900. Но кто там изначало 100, 400 или там 200, 600 счет. Простите, что говорю. Немножко в нос немножечко простыло. Вот. Так, вот мы приехали в форт Пинта. у нас здесь стоит третья лошадь. Масти бегая черная. Вот на ней, кстати, очень хорошая вот эта складочка. Вот она прям кожица. Смотрите, какая у нее еще такие слегка сиреневые глаза. Так, вот такая вот лошадка. Почему они все начинают ездить? Да, вот как раз сейчас у нас первого уровня доступна. Так, а, боже, вот идите, пожалуйста, кто-нибудь. Мне очень нам нравится. Мне нравятся все эти три лошади. масти. Но, вот я вам говорю, меня пока что смущает только рысь. Я посмотрела видео одно, посмотрела, как они в живую катаются. Причем именно вот эта масть. И меня она смущила. Я знаю, что потом добавят еще масти. Потому что нужно просто подождать. Но я ждать не могу. Я хочу какой-нибудь купить сейчас. На него прошить какую. почему у вас так много. Я не знаю. Либо бегаю, наверное, все-таки, либо серую. Тут серый нет, ни у кого. Нет, ни у кого нет, серый. Но имеется в виду, сейчас никто на ней не приехал. Так. Надо скидить посмотреть еще раз. Серую за гнидой. Нет, нужно серую прям внимательно изучить. Так, хозяйство серебряной поляны. приехали. Опять обратно сюда. Сейчас будем смотреть прям досконально. Я не могу взять сразу трех лошадей. У меня еще фрист не прокачан. серый или пень. я люблю серых лошадей. Пегих лошадей гнида их лошади. Мне хватит эскана всех троих, но потом же еще масти выпустят. как все сложно. Ну, я думаю, продолжу, когда уже решу окончательно какого убрать. И так долго, 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 долго я решила, что я возьму пеглую лошадь. Потому что я очень люблю пегих лошадок, но в конюшне я не помню ни одной пеглой лошади. Да, у меня в приложении до сих пор не куплен пега и мустанг, но как бы тут вышла новая пега лошадка, поэтому я, наверное, куплю ее. Ну, не знаю, нравится она мне почему-то. В общем, покупаю купить. И сейчас будет долгий-долгий выбор имени. я знаю, что это будет кабулка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok